Во имя Отца и Сына и Святого Духа Посмотри, Володя, на твой компьютер Какой греется у тебя Товарищ пришел Телефон звонок Вот такой телефон Это такой, я думал, соционар Говори Непонятно Что? Проверка, дома ли я Я знаю уже тут такие Мы ведем серию бесед, вопросы-ответы Называются они «Во свете Библии» У нас Библия, вот, Синодальное издание 77 книг 1876 года Перевод Так У меня собеседник Игорь Владимирович Добунов Ну вот он по вопросам По некоторым проходится И сегодня как бы озвучивает Пожалуйста Вопрос очень сложный Непростой случай у нас Случился с нашей общиной После вот этого канонического Не объединения даже А Говори Говори Здравствуйте Нет, сейчас не проходит А когда вы получили это приглашение? Ну вот Опоздали мы А у вас интернет работает? Ну тогда к кому-то пойдите Я могу сказать вам Где вы все найдете и занятия Игнатий Лапкин Запишите Игнатий Лапкин А там в mail.ru зайдите И в YouTube Там найдете все Все С Богом Отошел Да Так И вопрос идет о том Что наша община Сейчас остается В таком положении Что Ну как бы Нету уже Той поддержки От зарубежной церкви Как было раньше Все таки у нас был И епископ свой Евтихий Курочкин В Ишиме И сейчас Кстати его уже нету Ну это долгий вопрос Вы его знаете Теперь остается так Что мы в зарубежной церкви На территории России Остались одни Наша община И все Возможно Мы все это разбирали Уже этот вопрос Возможно Придет к тому Что Мы вообще останемся одни И у нас останется Только один Наш отец Иаким То есть Наш священник И может прийти К такому делу Что И его не станет А священника у нас нету И тогда у нас остается Только одно Идти На исповедь И причастие В храмы Московского Патриархата И там Жить православной верой Трудиться И оставаться верующими В Церкви Христовой Ну так как мы признаем Московскую Патриархию Что она благодатная Что это истинная Церковь Христова И вот у меня Такой теперь вопрос Какова Должна быть Душа человека Какое должно быть состояние Чтобы все это Принять И остаться Верующим Вот таким Каким Какой мы сейчас Имеем веру Ты меня давно знаешь уже Давно Давно Ты видишь как Я люблю Иногда такие фильмы Как профессионал Французский Когда они его забрасывают В Южную Витову Он профессионал в своем деле И когда он вернулся во Францию Его учителя призвали Он что-то это не знаю Парализован в хриатске Он говорит И вам с ними поправиться С одним Он говорит Опережает на несколько шагов Вот я Люблю это слово И быть профессионалом В любом деле Но это невозможно Предугадать события Значит нам помогает Это Господь Надо знать точно Мы потерпим поражение Ни одна религия Нигде об этом не говорит Здесь написано И будет вести войну В войну со святыми И победит их Единственное Ни мусульманство Ни буддизм Об этом не говорит Только христианство Что против него Сатана будет вести войну Не против там мусульман И победит Как победит Уничтожит Вот сейчас показывают Что такое тоталитарный режим И как это будет выглядеть И что с этим будет Ну например Расстреливают Берут подряд в очереди Вот только стреляют и стреляют А сейчас показывают Что дальше будет Гробы какие Заготовленные уже Как вывозить будут Как вы будете вести себя А нам не надо вести Мы на это готовы Возьми крест твой И следуй за мною Первое Что необходимо Усвоить Что вне Писания Вне Святой Библии Спасения нет Первое Отвергни самого себя Ты научен Знал Как привыкли А Богу это не угодно Что мы привыкли Он говорит Маф сидел на своих дрожжах И вкус твой Оставался в нем И поэтому заброшу тебя В дальнюю сторону Меч забрасывают Пророк знал О чем он говорил И Богу не угодно Когда мы квасимся Да привыкли Батюшка у нас Епископ у нас Я все отнимаю И теперь пойдете в плен Будете в Вавилоне И теперь вокруг будут Одни идолы Есть такая книга Здесь Премудрость Соломона И послание Иеремии Я говорю Сектантам Почитайте Там все про идолов Дословно раздоблено Кто такие идолы Откуда Они Ясно что не иконы Икон тогда еще и не было Ну и нельзя так Перетягивать за уши Подтягивать Это икон Это вопрос Но они были окружены этим И должны были выжить И они вышли оттуда лучше Чем были до этого Нам иногда говорят Потерявки Вот ты Батюшка Бородные братья умрете А как тут будет Как Я могу ответить Потому что у Бога Столь много всего Что пойдет еще лучше И намного лучше Мы шли непрохоженным путем Мы вспахивали целину Вам легче намного Много У вас такие есть книги Такие наработки Такие Ну все у вас есть У нас ничего этого не было Ни связи с мирскими Там где Ни регистрации селения Ничего этого не было И поэтому Я Когда еще начался Вот разговор По так называемое Признание Акта о каноническом общении А потом стали говорить Объединение Объединения не было Вообще не было никакого Я заранее сказал Как это будет Вот это означает Быть профессионалом Я у Бога выпрашивал Я говорю У нас все отнимут Но у нас Они с нами Ничего не сделают И потом Я здесь Ни откровения Не имел Ничего Просто умом Просчитывал Профессионально Ну и что Мы признавали Каноничность Благодатность Московской патриархии Всегда И ни дня Ни минуты У нас не было По другому А которые были В русско-зарубежной церкви Они уже шли Как Московская патриархия Да сергианцы Да экуменизм Да царя Они канонизировали Они Какие они благодатные Они такие И они нас долбили тогда А потом через нас Так сиганули в патриархию Только подолом голову задели А мы уже тогда знали Что это будет с ними Кто поносил Московскую патриархию Они первые туда ввалились А мы не поносили Мы просто говорили Надо избавляться от грехов Надо идти на благовестие Проповедовать Жить скромно Ну в чем сейчас обвиняют их Мы об этом все и говорили Поэтому в словах Невзорова Ничего нового для меня нет И я как раз По этой позиции Трудно трудился всегда И мы говорили Если они там сейчас решат Признание Как называемое Объединение Это не объединение Но мы Нас спрашивали Какое ваше мнение Мы ответили Категорически против Абсолютно И навсегда против Мы никогда членами Пасковской патриархии Не можем быть Потому что это смерть Но Если сейчас там Примут решение Там где Совещание Собор был Все зарубежные Мы подчинимся И пока они там решают Мы сразу объявили молитву Мы будем молиться Чтобы нам не забунтовать Чтобы нам подчинить Решение Своего Священачалия Вот пусть другие Которые не подчиняются Скажут Они молились об этом Я говорил об этом И будем молиться Чтобы нам Не забунтовать И не выродиться В секту Это очень просто Священника нет Да зачем нужен Мы и так будем Все Секта готовая А руководителем Ты будешь Все кончено Гайки закручивай Дальше идем проповедовать Намного легче нам будет И быстро Начнет община расти Потому что нам Никуда не надо будет Толкать их Мы обойдемся без Все что они Несут за собой Нам не мироточивых Икон Этих не будем искать Ни за мощами Гоняться не будем Но Я сказал Это для них забота Головная боль Наше существование И поэтому Мы ничего не будем делать Только усилим Наше благовестие Мы увеличили В несколько раз Больше стали Епископа Они убрали Через пять лет Он пошел на покой Ну и что У нас Иларион Мы напрямую На первой иерарх Русско-зарубежной церкви Нас никто не отталкивал А его не будет Сразу же изберут Другого Но утверждаться Будет патриархом То есть мы как бы Патриархи Но напрямую мы не идем Местному епископу Дмитрию Максиму Мы не подчиняемся Василий Михайлович Над нами власти не имеет Он бы нас Сегодня уже мог Но этого нет А как дальше Ну не будет у нас священника Ничего нет Их священники у нас служат Наш батюшка там служит Мы их признаем Наступило время поста И Сходят и причастятся Больше ничего нет На нас это никак не влияет А когда Основное время Мы как у сейчас батюшки То нет вот этой недели Мы же собираемся Молимся У нас ничего не меняется Благодаря тому Чтобы профессионально Вычислили Ход событий Как они будут И наши действия Какие будут О патриархе Мы молимся Только в храме Мы не произносим его имя Епископа Максиму В наших молитвах всегда Священники Наши друзья Ничего нет Изменений никаких не будет А что они Где-то кто-то говорят Они говорят По неразумию Вот тогда Они на нас Что гнали Да они Люди эти С демонами Связаны То есть Они не меры Не знают ничего И когда сидели за столом Два епископа Отец таким говорит Ну как с вами общаться Вы же говорите Так местный епископ Напугался Да вы что Это где Ему говорят Где горноалтайский Отец Георгий Немедленно убрать Мы пришли домой Уже все В эфире ничего нет Убрали Давнул кнопку Как я у Яши И я Яша забыл Плащ Яша Яша плащет Это артисты Из Погорелого театра Поэтому А к этому артисту Вы пойдете Да пойду И пойду И благословлюсь К Журавлеву Не пойду Клоунада нам не нужна Все пастыри Московской патриархии До единого Нами признаются За благодатных А как у вас Чтобы священники Те служили Не против Они придут Послужат Но напрямую Мы туда не пойдем Так они сегодня Послужат завтра А потом Так ничего не получится Священники вот были Они говорят Вы думаете Что мы посягаем Вот нас пришли Они все Преподаватели В местном семинарии Они ведут Хахехизацию Но в вашу общину Мы никто не потянем Они сразу нам сказали Во-первых Все сознательно Пришедшие Уверовавшие Троекратное Полное погружение Он два раза придет Один раз пришел Мы сразу скажем Батюшка Ты к нам идешь Ты знаешь У нас порядок Смотри Бритая борода Будешь соглашенными стоять Отсюда будешь Службу вести В алтарь ты уже не зайдешь Все кончилось Его не будет Они пришли Такое какое есть Мы дальше спорим Батюшка Ты полное погружение Погружен Нет Стои здесь соглашенными Они будут искать Другого Который погружен А который погружен Все правильно Он наш Он будет служить Так как нам надо Тут все уже обдумано А что патриарха Будет поминать На моей так поминаем Но напрямую К ним подчиняться не будем Нашими средствами Они не распоряжаются У нас торговли Никогда не будет Воровать огарки Свящих не будут У нас догорит Помигает и погаснет У нас всегда была проповедь Две проповеди За каждым богослужением По другому не будет Все библейское считается У нас на русском языке Все псалмы И все А они еще с нами не сделают Им не сделают Все зависит от нас И поэтому твой вопрос Я считаю как предупредительный Но я не думаю Что ты так думаешь Я знаю твою крепкую веру И в похвалу просто Ну знаю Вот и все Я же этот вопрос беру Из тех вопросов Которые у нас Возникали на собраниях Просто и все Это для того Чтобы озвучить И на будущее Опять же Предупредительный Это уже вооруженный Я согласен Даже вот мы что записываем Во-первых У нас и освещение плохое Не можем лампу купить Я к тем говорю Кто будет слушать Видеть Когда ужимаешь Она еще качество меняется И проще А аппаратура слабенькая Тем более у меня Компьютер Вот Принтер Телефон Мобильный Вот телефон Показываю У меня есть Это все Кем-то мне подарено У меня ничего Своего нет Библия Подарена Вот книги Это Насчетное средство Там издал Даже не знаю У меня ничего Нет Покрывало Здесь Это все Абсолютно Кем-то мне подарено Я живу Однако Живу И веселюсь И как Ну у него Юмора На десятерых хватит Но надо знать Как И где Вот и все Даже Где-то иногда Говорят Вот такой строгий человек Оно Обо мне молва идет А там невозможно Там И молва Говорят У них Толстых там нет Если толстый Они его на вязах взвешивают Потом в подвал опускают И дня через три Вытаскивают Опять взвешивают Если еще толстый Снова опускают Там сухарик один дадут Это Слышал Это прямо говорят Да нет конечно У нас есть такие Что вдоль Что поперек Метр пятьдесят Три Что же сантиметра А сколько До сто килограмм Я уже говорил Не могу ничего добиться Много Много лишнего говорят Мы верующие Православные христиане Желаем спасения Своего И других Нигде Ни перед кем Мы шапку не ломаем А зачем Мы на равных Разговариваем Кто бы к нам не пришел Мы можем пойти К сектантам Если они нам Разрешат проповедовать А они В равной степени Столько же будут у нас Проповедовать Это мы ко всем говорим Пожалуйста Не стесняем Ни в теме Ничего Мы этим говорили Приходите Патриарша У нас выступаете Но мне дайте У вас выступить Тут у нас Резкое разделение идет А о чем вы скажете А мне под язык Не надо пленку закладывать Я скажу Что у меня на сердце А ты говоришь Что у вас на сердце Вы будете говорить Там раскольники Все Но мы уже осознали Что они раскольники Когда зарубежная церковь Соединялась Все это дело Никаких раскольников Нет Метрополит Метрополии там приняты То есть они Просто веры у них нет И поэтому Легко уже свидетельствовать Нам это не надо Опять же Как будто Патриархией вопрос был Задан Нет Это в Японии Тысячу лет назад было Пусть думают Нет Нет Мы за них За всех молимся Понятно Надо жить Спасибо Христос Интересно Красиво Ну и Как у меня есть стихотворение Положенное на музыку Пример к себе своим воображением Виктор Поет и играет на гитаре Я с Моисеем На своей вершине В последний раз Гляжу из-под руки Враги с собаками С биноклями В машине Мой след Вынюхивает у кустов Преки Моя погоня Гнались до упаду Я отошел Не досягаем вам Прощай земля Азарт Закон ограда Мой труд Следы Читайте по слогам Я успевал На каждом повороте Засеять поле Застолбить межу Со златоустом Путь житийный Пройден С той стороны земли На все гляжу Это концовка Стихотворения Положена на музыку Жить нужно азартно Это не библейское слово Означает Живо Интересно И никогда не опускать руки И все что допускает Господь Изменение политической Церковной обстановки Это для нашего блага Я во всем должен видеть Благодеющую руку Христа И целовать ее Родноверам это нож в острый Да вы такие рабы Да мы рабы Иисуса Христа Все послания начинаются так Раб Иисуса Христа Иуда Быть рабом У Христа на корабле Высшее качество Какое может быть Он даже везде Раб Иисуса Христа По столпу Выше апостола ставит Так что мы любое слово Не обыгрывая Просто давая ему Первоначальный смысл Покажем Как хорошо Быть со Христом Довериться Ему И не определять себя Будучи Где быть Даже будучи Высочайшего класса Профессионалом Но в данном случае Мы воспользуемся Человеческими рассуждениями И поэтому Для них забота И поэтому батюшки Вызывали нынче Там в Арсенофе Вроде метрополит Это производитель дел В патриархии Они не знают Что с нами делать А с нами ничего не доделать Не трожьте нас Когда мы начинали Потеряевку устроить То приехал первый секретарь Райкома партии Куфаев Кажется Владимир Алексеевич его звать Хороший человек Первый секретарь Он партийный человек А как вы говорите Хороший Ну хороший Я и говорю хороший Меня некоторые не понимают Как так ты Ну бывший парторг Баварин А вы целуетесь с ним Он большой Большой патриот страны Он так помог нам во всем Ну и тут На родностях Мы по рукам Обнялись и поцеловались И мы Когда его пригласили Он побыл И говорит Ребята Знаете Вот начинайте строить деревню Здесь никакой инфраструктуры нет Ни дорог Ни электричества Я прошу вас Не делайте этого Есть деревни Тут уже недалеко Уралики заброшены Там все есть Дороги Асфальт У вас грязь не проехать Мы говорим Если можно Просьба одна Не мешайте нам Вы же сказали У вас побольше Ничего нету нигде Ничего нету 91 год Все летит Кверх тормашками И потом он приехал Когда увидел Какие дома стоят Какие ограды Там у Жени И проще Храм стоит Школа За свой счет построили Государственная школа Я никогда не ожидал Что у вас что-то получится Но ребята Я обещание свое выдержал Я вам не мешал Мы за это поблагодарили Поэтому мы патриархи Мы можем сказать Только не мешайте нам Мы вам еще сгодимся Вы еще не раз Обратитесь к нашему опыту Благовестия Вот сейчас бы Если патриарх Ко мне обратился Сказал Невзоров Что делает Ну как выйти Из этого положения Там такие конференции Конгрессы Ну можно ли что сделать Можно Прямо сегодня же Что сделать Попросить прощения у народа Что заблудили его Что не учили Патриарх должен быть Не здесь В Японии Тысячу лет назад Допустим Такая ситуация сложилась И сказать Простите меня С сегодняшнего дня Мы начинаем учить Все эти свои дачи Миллиарды Все это я отдаю Не надо мне этого Я буду жить Как Игнатий Лапин В раны штанах И валенках таких Три заплаты В три этажа Ну к примеру Сказать так А нет Так я его позову Сюда в советники Я пойду Ну вот такая ситуация Это если бы Ну бодривый корой Бог рог то не дает Я бы сказал Выход есть Где оскорбляли Невзоров Попросить прощения И сказать Если можно Если можешь Ты Ну возьми Соратники Наших кого то Ну чтобы тебе помогали Правильно Свою программу Составлять Примириться со всеми Через подлинное Деятельное покаяние У сектантов У старобрядцев В писанном виде Заверить Мы возгнали Мы преследовали Пищать поставить Просим прощения Помолитесь за нас Как зарубежная церковь Перед старобрядцами Вот что нужно делать Они делают Совершенно неправильно И с мирской властью Не обидеть не надо Путина Сказать Владимир Владимирович На нас такое поношение Что за ваше выдвижение Я как это сказал Помощь от вас большая была Как бы не вы Ну храмов бы этих не было Простите нас Но мы больше этого делать не будем Мы за вас молиться будем Все Но участвовать нигде больше не будем Че он Путин то Бестолковый Он же поймет Нам смерть обоим Мы в одной вязанке Вместе с вами и мы погибли А так Глядишь хоть один останется живой Под нож все пойдет И это он понял бы Ну не Путин А какой-нибудь Мао Задун Я про Японию как бы говорю Чтоб не обиделись Вот такая брат ситуация Спаси Христос Слава Иисусу Христу В веки веков Аминь